Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Кажется, у нас налаживается погода, это очень радует. Начинаю новый влог. Будем с вами краситься. Почему краситься? Я брала осветлитель, но сляться не хочу. Хочу поберечь волосы. Но так как у меня база для тонировки неровная, я хочу покраситься. Нашла у себя в запасниках краски дома. В общем, будем сейчас с вами что-то миксовать, что-то придумывать. Вот такие две краски у меня, девчонки, еще с лаберистом. Упаковка 8.11, только светлый блондин. Если кому интересно, вот код. И поинт. Она у меня 9.61. Сейчас открою. 9.61, светлый блондин, фиолетово-пепельный. Я хочу их замешать. Замешать их хочу. Тоже код, кому интересен. Корни буду эмульгировать в самом конце. Мне главное длину. Почему? Потому что цвет неравномерный. На камеру этого не видно. На самом деле неравномерный. Для моего дальнейшего тонирования, на данный момент сейчас любимым тонировочным бальзамом, который я вам показывала. Господи, как он называется-то? Сейчас покажу. Нужна ровная база. Вот ровная база. Будет все идеально. Но у меня база неровная. Осветляться не очень хочу. Поэтому буду пробовать сейчас вот эти краски. Краски поинт. Это 9-й окислитель. Если я не ошибаюсь, в лореале окислитель 6-ка. Что-то на коробке нигде не нашла информацию. Сейчас здесь поищем. Представляете, нигде не пишут. Поэтому буду их пополам миксовать тоже. Как получается смесь. Здесь половина окислителя лореаль, половина поинт. Половина краски лореаль. И один тюбик поинт. Там в упаковке два тюбика. Ну и до. А потом будет сразу после. После. Цвет пока темноват. 8-1-11 дает сначала темный. Потом будет светлее. Гораздо светлее. Так, как вам передать оттеночек? Ну, оттенок шикарный, как всегда. Тот оттенок, который в последнее время у меня на волосах. И это именно благодаря 61-му оттенку. То есть 8-61-9-61-10-61 и так далее. Именно благодаря ему. Поэтому все вопросы по поводу моего цвета волос. Это 61-й оттенок. Ну и, конечно, тонировка. Тонировка. Я вам так и не показала. Сейчас покажу тонирующий бальзам. Хотя вы знаете. Прекрасно я вам уже его показывала. С Вайлберрис. В общем, вот такой вот цвет. Подсмоется еще, посветлее станет. Более-менее ровная ваза. Более-менее сейчас. Посмотрим, как краска будет смываться. Потому что вот здесь у меня было темнее, что ли. Не знаю. Оттенок другой какой-то был. Вообще, при естественном освещении вам показываю, чтобы максимально достоверно было. Цвет классный. Цвет классный. И он потом еще посветлеет. 61-й. Тон он очень удачный. Он нейтрализует хорошо желтизной. Передает вот этот вот такой благородный, красивый, дорогой оттенок волосам. Вот. Потому что, смотрю, вам камера совсем темно передает. Темно. Я смотрю в зеркало. У меня гораздо светлеется. Идут так вот. Более-менее. Да, по тону. Потому что, когда я вам показываю вот так, почему-то камера темнеет. Оставлю в этом видео отзыв о татуировке. Прошло уже три дня. Вот здесь как стерлась, так и стерлась. И стерлась хорошо. Потом начала вот здесь стираться сзади. В середине вроде как она целая. И аромата уже нет. Первые два дня он был. Сейчас уже нет все аромата. Поэтому поиграться, в принципе, взять можно. Ходила в душ несколько раз. Стерла мочалкой. Вот так вот она выглядит. Спустя три дня. Вот, девчонки, оттеночный бальзам. Концепт. У меня именно в оттенке в пепельном. В следующий раз буду брать большую бутыль. Литровая она выходит выгоднее. Потому что я с уверенностью могу сказать, что на данный момент это лучший оттеночный бальзам и вообще лучшее оттеночное средство, которое я когда-либо пробовала. Спасибо еще раз Катюшке, которая мне его посоветовала. Он действительно, девчонки, крутой. Он прям крутой. Я брала на Вайлдберс, на Зон, забыла. В общем, я мониторю и там, и там, смотрю, где дешевле. И вот этот благородный оттенок на моих волосах и все, что касается моих волос, это все благодаря ему. Но я сейчас расскажу вам еще поподробнее. Потому что очень много вопросов, какой краской вы покрасились. А краской-то я не красилась. Поэтому сейчас расскажу. Кстати, я второй раз уже после, ну первый, вернее, раз после помывки, покраски помыла голову. Вот такой вот цвет классный. Он холодный. Камера его вам все равно как-то не точно передает. В общем, практически тот же, который был, только более равномерный стал, да? Что касается цвета волос. В общем, что я делала? Я сначала осветляла осветлителем Хуберлик. Осветлилась, получилась ярко-оранжевая. И потом сразу покрасилась красочкой. По-моему, 9,61 тоже, поинт, чистый 9,61. Она не особо взялась сразу после осветления, но немножко рыжету убрала. И еще я тонировалась краской. 1,0 черной. Есть ролики на эту тему и недавно как бы был, поэтому можете посмотреть. Вот. И все. И вот месяца полтора, уже два я ничем не красилась. У меня отросли сильно корни до покраски, до нашей с вами позавчерашней. Вот. И я только тонировалась вот этим оттеночным бальзамом концерт. Мне поставила Катюшка. Прям она сказала вообще, кто пробовал один раз, все пользуются им до сих пор. Абсолютно с ней согласна. Там есть литровый объем, там есть несколько оттенков у этого. Бальзам и концепт. Есть шампунь. Но на шампуне мне девочки писали отзывы, что пересушивает волосы. А вот бальзамчики. А бальзамчики. Бальзамчик у него и ухаживающие свойства классные. Видите, какие волосики. То есть он вообще разглаживает круто. Он очень круто разглаживает. До этого я его держала подольше на волосах, потому что не однотонная была совсем база. Я иногда могла с ним ходить минут 20. Сейчас вот я просто его нанесла и смыла, грубо говоря. Все. И то ухаживающие свойства великолепные. Из несмывашек еще использовала разглаживающий крем Фаберлик. Кстати, он тоже крутой работает. С ним укладка легче. Он действительно работает. Я теперь им пользуюсь. Рекомендую разглаживающий крем для волос Фаберлик. Вот. Дальше, что я хотела рассказать. Если вы совсем Total Blonde, то с вот этим бальзамом надо быть аккуратнее. Потому что это средство достаточно мощное. На Total Blonde вы можете получиться совсем синий или серый или так далее. Лучше даже, если вы именно Total, да, вы сначала смешайте с обычным бальзамом один к одному. И попробуйте так первый раз, как вас возьмет, да. А если вы далеко не Total, как я, то смотрите, вот мою темную базу. Он очень круто нейтрализовал желтизну. Вообще великолепно. То есть я прям довольна. Ращу волосики с этим оттеночным бальзамом. В следующий раз теперь буду краситься, наверное, скорее всего, так же. Наборчиком таким там 8-1 или даже 9-1 плюс 9-61. Но это будет не раньше, чем через два месяца. Потому что ращу, ращу и только вот бальзамчиком концепт буду пользоваться. Так что вот такая история моих волос. Потому что завалили девчонки вопросами, что за краска. Я пишу, что это не краска. Ну, значит, девочки не смотрят ролики. Потому что я крашусь всегда с вами. Я без вас не крашусь. Все мои покраски в роликах бывают. Если вам интересно, полистайте чуть вниз и посмотрите. Просто все в порядку, все есть. Я всегда эксперименты над волосами провожу с вами. Вы всегда в курсе, что я с ними делаю. Да, вот такая история. У нас очень тепло. Сегодня первый день, когда плюс 20. Просто красота. Сейчас покажу. Пойдем гулять, пойдем отдыхать. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Вроде с сегодняшнего дня по многим городам пришло тепло. Будем ему радоваться. Мы его давно ждали. Так вот, здорово, тепло и такие красивые облака. Мы с утра уже вышли на балкон с Ксюшкой. А тут прям жара стоит. Потому что страна восточная. Солнышко первым делом проникает в окошко к нам. Так что сейчас пойдем гулять. У нас активное похудение. Не только у меня, но и у Ксюшки. Я сказала, тоже будет худеть. Ну, попрыгали, милые. Асфальт еще от дождя. Вчерашнего, позавчерашнего не высох. Ну, ты отходи на ровную дорожку-то. Попрыгали, побежали. Интенсивно каждый день занимается на скакалке. Так, девчонки, теперь про уход Фаберлик. Много вопросов. Какая из линейок последних лучше, да? Поставим с вами их прям. Сейчас будем разбираться. Расскажу вам свой отзыв, а вы уже думайте, смотрите, решайте сами. Начнем с Ван Вик Миракл. Взяла потом средство для визуализации. Да, у меня еще осталась сыворотка. Это уже повторная. Это действительно крутая линейка. Это действительно крутая линейка для возрастной кожи, для ухода за возрастной кожей, для ее питания, для ее подтяжки и упругости. То есть я прям причисляю к возрастному уходу эту серию. И он очень хорошо зашел в холодное время года. И очень понравился. Но у меня почему-то кожа им прям вот присытилась. Прям вот присытилась недели через 3-4. И она уже не воспринимает этот уход. Привыкла что-ли быстро. Не знаю, как описать. То есть не нужны были компоненты этой линейки. Были моей кожи. Все, вот достаточно. Она уже на нее не реагировала. Не было такого эффекта и так далее. Поэтому как бы курс прошла и до свидули. Так, дальше. Что у нас касается с вами Green Karma. Green Karma здесь классные составы. Это довольно такая базовая хорошая линейка с натуральными составами. Кто за этим следит. Да, я как бы не против и ненатуральных составов. Я люблю рабочие составы. И для меня это не критично. Для кого критично, конечно, это круто, что в Фоберлик есть выбор на любой вкус и цвет. Это здорово. И в составах действительно есть крутые средства, которые тоже обладают омолаживающим действием. В составе много полезных компонентов. Она, вся эта серия достаточно питательная. Но в то же время лично у меня, хотя сейчас уже в теплое время года кожа больше жирная, не вызывает какого-то утяжеления. Великолепный скраб. Великолепный скраб кокосовый. Просто не передать словами его, я буду однозначно повторять. Великолепная умывалка, которую тоже буду, если не появится опять куча новинок, тоже повторять. И она мне очень понравилась. Смывает макияж, очищает кожу до скрипа, кожа выглядит великолепно. Хотя обычно от натуральных продуктов я такое не жду. Да. Крема, кремы, простите. Кремы, кремы. Кремы как кремы. Вот по эффекту почему-то мне они напоминают серию Гардерика. Да, вот по эффекту именно. Да. Дальше. Дальше у нас с вами гиалуронка. Гиалуронка это любовь моя и любовь моей кожи. Вот просто вся линейка. Особенно концентрат. Это что-то с чем-то. У меня кожа всю эту серию выбивает. И настолько она круто выглядит. И вот если вы меня спросите, да, какая из этих серий мне нравится больше, я отвечу гиалуронка. И она не надоедает кожи. И я вижу ежедневный эффект, что она упругая, она подтянутая, она разглаженная. Она такая классная, такая молодая. И это ощутимо, что я вот давно от ухода не только Фаберлик, а вообще от любого другого такого не видела. Поэтому, ну что еще по эффекту? Они все средства в этой серии, и тоник, и мицеллярка, и концентрат, и крем дневной, и ночной, они все обладают таким эффектом. Но больше всего мне понравился концентрат, да. Если не появится опять же куча новинок, то именно уход, кремы и концентрат я буду брать гиалуронка. Да, пока они у меня, я бы даже сказала, на первом месте Фаберлик. Потому что действительно эффект очень наглядный и очень крутой. Насчет того, антивозрастная ли серия или нет, я бы ее порекомендовала 25+, и вообще до бесконечности. Вот настолько она крутая, мне очень понравилась. Поэтому я пока останавливаю свой выбор на этих средствах. Вот у меня стоит другой уход и новый уход, а рука все равно тянется к гиалуронке, вот реально. Пишите свои впечатления, какая из этих трех линейк вам понравилась больше. А я на этой ноте буду влог заканчивать. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok